Доброе утро всем. Вчера помыл машиночку перед ночью. Смотрите, блестит. Поедем трудиться. Время половина седьмого утра. Сегодня не хочу до поздна быть. Ну а там, сами знаете, как получится. Опа. 6.36. Опа. Так. Начинает потихонечку скоро солнышко вставать. А мы с вами идем на работу. Поставим грелку, подогрелку и начнем трудиться. Сбросим ход. Время 6.37. Давайте включаться на линию. Пока есть небольшой коэффициент. Потому что обычно у меня, как всегда вы знаете, кто смотрит видео, что у меня нет коэффициентов. Так. 1.5. 3 километра. Ладно, принимаем. А поедем в Пермское. Хорошо. Парни, вы иногда спрашиваете, почему с утра лучше работать? Ну вот я вышел с утра. Подача 2.5 километра. Проехали 3 километра. 219 рублей. И следующий коэффициент 1.4. И тоже ехать 20 минут. Смотрите, какие коэффициенты. Какие коэффициенты. Может быть где-то они есть. Но я не вижу прям каких-то супер коэффициентов. Ладно, едем. 20 минут в пути. 254 рубля. Поставим пятерку. Нормальный парень. Ну что, вот. Вот, ребята, я про что говорю. Работайте, как вы считаете нужным. У всех разные графики. Все по-разному трудятся. И у кого-то с шести хорошо получается. У кого-то получается в ночь отлично. То есть у кого-то может быть целый день работать. Так что, как бы, тут каждому свое. Ладно. 2.4 подача. 1.4 кэфф. Принимаем. Поедем. 17 километров 32 минуты. Едем. 164 рубля. У москва еще река во льду. У москва еще река во льду. Следующая. Кэфф 1.9. 10 километров. Едем. Так, 32 минуты. Кэфф 1.9 был. 898. Пассажирка вежливая. Поставим. 9 минут. 2.5 километра. 251 рубль. И следом же пришел. По кайфу комфорту. 1.2 коэффициент. 3-4 минуты. 11.15 километров. 656 рублей. Пришла следующая. Поедем мы. 9 километров. 26 минут. Так, парни, пришел заказик. Коэффициент какой-то. Будет то ли 2.1, то ли что-то в этом роде. По комфорту. 15 километров. 784 рубля. Думал, что-то будет больше. Полчаса ехали. Принимаем. 16 минут. 329 рублей. Комфорт. Принимаем. Куда ж поедем-то? Сколько мы? О, 24 километра. Ну, поехали. Ребят, сравним. Вот я, стоит у меня комфорт. 1211 рублей пишет до того адреса. Жемчужный дождь. Видите? Жемчужный дождь. Ну, посмотрим. Сколько будет. Ну, что, ребят. 894 рубля. Это вместе с ожиданием. Спросил у пассажира, сколько у него Яндекс Плюс. Показывал, руб 1100, по-моему, она сказала. А вот мои скриншоты. А вот смотрите. Комфорт. Ну, я по комфорту ж выполнил. 1658. Ну, и первый был. 1211. 55 минут. 50 минут. Так, ну, проехали мы. 3 километра. 250 рублей. Далее. Так. Через 100 метров поверните на левро. Так, наверное, по комфорту так не действует. Надо, наверное, ставить эконом. Дабы уехать отсюда. Ставим мы с вами тарифы эконом. Ну, что-то я оказался в этом Бутово. И поставил кнопку в сторону дома. Это ехать 53 километра. Что-то тут застрял я, конечно. И я и принимал заказ. Думал, будет дороже стоить. Он стоил 890 рублей. По... По клиентскому приложению 1200 или 1600 он стоил. У меня там скриншот я делал. Я это написал в поддержку, на что мы ответили. Я сейчас вам покажу. Если осталось. Архив. Смотрите, я пишу. По какому принципу рассчитан заказ? Через клиентское приложение стоимость заказа выше. В тот же момент, когда я стоял у пассажира. Она написала. Да, стоимость этого заказа ниже. Так как работает система привилегий. Несмотря на это. На то, что стоимость конкретного заказа уменьшается. Общий заработок увеличивается. В месяц растет. Мы уверены, что благодаря этой скидке заказов в сервисе становится больше заказов. Я пишу, что у меня 890, это как? И прикладываю скриншот. Если стоит он из этого же места 1211. То есть 300 рублей сделали скидки за счет просто нас, водителей. Много, наверное, мы что-то не знаем. Это так, как бы, нету. Вон, стою среди сугробов этих. Кстати, ребята, еще кому приходило, мне пришло новый тариф. Смотрите, покажу вам. Тарифы, тарифы. Помощь взрослым. Пришла наконец-то. Уехал я с того места. 51 минута 30. По кнопке домой. Бабушка. Оценим бабушку пятерками. Бабушка, оценим пятерками. Следующий заказ пришел. Сейчас 20 ехали. 743 рубля. Ну, это просто. Время лафы прошло. Работаю я с 7 утра. Время уже 7.20. И заработал я за вычетом комиссии Яндекса 5.720. А за вычетом всех комиссий 1720 рублей. Выработать получается минимум 14 часов. Ленинградская принимаем. Сколько там? 2,5 километра. Ясно все. 2,5 километра. 293 рубля. С кэфом. Поставим им пятерки. 11 камер. Телеканал. Так, ребятушки. Поставил я кнопку домой. Через 100 метров. Поверните направо. И едем. Поставил все тарифы. Пока снимал, пропустил заказ. 1,6 кэф. Ладно, берем. Так. До сих пор катаюсь. Чуть как до дома не доеду. Пришел заказник. 11 километров в 25 минут. Все это с кнопкой домой. Все стоит. Кэф 1,5. И еще одна пришла заказник. Последний заказ. Это просто огорчение. 109 рублей. 10 минут. Ребят, давайте подводить итоги. Сколько я сегодня отработал. Именно отработал. Вышел я в 7 часов утра. Время 22.07. Работал я сегодня 15 часов. Это просто жесть. Ребят, я не против работы 15 часов, когда ты зарабатываешь. Но когда ты отрабатываешь, считай, как бы, ну это можно так назвать, то это, блин, это жесть. Сделал я сегодня... Давайте смотреть. Считается очень просто. Сейчас не надо никаких дебетов подвоить. Вот он. 19 заказов на сумму 9519. Минус все комиссии Яндекса и Парка 6940. 6940 отнимаю. Сегодня я накатал 290 километров бензина. Почитал я сегодня прямо по максимуму. 10 литров на 100 километров. 6940 минус 1300. Это бензин. Минус аренда 2000. Машина. Минус поел 500 и хостел 400. Вот мой заработок составил на сегодня 2740 рублей. Ну, ребята, я повторюсь еще раз, что 15 часов свободного времени. То есть, если у вас нет семьи, если у вас нет детей, и вам, как бы, ну туда есть вариант приезжать. Если, как бы, у вас там есть дети, семья, жена, то, как бы, ну, нет смысла, пацаны. За 2740 работают 15 часов в сутки, то есть, ну, это совсем уж, я считаю. Если давайте 2740, 2740 теперь разделим на 15 часов. Вот сегодня, ребята, получился, в час я зарабатывал 182 рубля. 182 рубля. То есть, в Макдональдсе, мне кажется, получают больше. Ну, там, ты в тепле, тебе не надо смотреть штрафы, ГАИ, документы, машина. То есть, вот сегодня прям вот такой вот ужасный, просто ужасный день. Потому что за 15 часов работы получить 2740 рублей, но это очень мало. Еще давайте покажу. Вот какое пришло мне еще, пришло сообщение. Расскажите, если есть у кого. Тариф помощь взрослым. Мы подключили вам тариф помощь взрослым. Это тариф для людей с опорно-двигательными нарушениями. На такси вместе с вами они смогут быстро и комфортно поехать та-та-та. Заказы по тарифу могут принимать только водители с высоким рейтингом и хорошими отзывами. Таким водителям тариф подключен автоматически. Поездки по тарифу помощь взрослым будет без комиссии сервиса. А ваш доход за поездку такой же, как в экономе. Для пассажиров этой поездки бесплатно. Их оплачивает социальный проект Яндекса. За выполнение таких заказов вы получите больше баллов, привилегий. Дополнительно от вас ничего не требуется. Только понадобится помощь убрать коляску в багажник. Если вы не хотите принимать заказы, то можете его отключить. Скажите, скажите, ребзя, у кого-то есть такой тариф подключили? Или всем это? Или как? То есть я как понял, это без... Яндекс не будет брать оттуда комиссию. Но я еще никого не катал. Вот такая смена, грустная смена на сегодня. На 3 марта, 15 часов. Обещал я сегодня себе, что я поработаю с 7 утра до 7 вечера. И спокойно пойду домой. Там, может быть, видео смонтирую. Там посмотрю, просто отдохну. Получается опять уже 10 часов вечера. И завтра надо выходить на работу. Дабы отбить аренду, жилье, еду и что-то заработать. Ну вот, что по графику. Получается, вчера я работал с 9 до 11. Это вот сколько там я тоже часов? 14 часов работал. Но вчера я 4 тысячи заработал. По-моему, если не ошибаюсь. Сегодня я работал с 7 до 10 и заработал 2760 рублей. Так что, если спросите, какой график выбрать для работы, то у всех он разный, парни. Кто-то снимает там, не знаю, в Красногорске. То есть вы проснулись 6 и всем надо ехать в Москву. Они рано встают, все народы, туда надо ехать. Если он живет и в центре, то в 6 часов нет смысла вставать. В центре всем близко до работы и все встают позднее. То есть, соответственно, я для себя понял, что в 6 часов я не буду вставать. Это бессмысленно, по крайней мере, сейчас. Максимум это в 7, а так это может быть в 8 часов утра. Все, ребята. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайкосы. И до встречи. Пока.